Субтитры делал DimaTorzok Альберт, я не успел застать ваш разговор с Топором только что, о чем вы разговаривали? Да, я ему просто сказал, что говорю, слушай, был конфликт, не на ровном месте, конфликт имел место быть, у нас у каждого своя правда, я ему сказал честно, я не ожидал, что ты выйдешь на бой, ты вышел, ты меня этим удивил, уважение тебе и респект, вот так я ему сказал. Конфликт полностью исчерпан, правильно? Между мной и Топором исчерпан, если у него нет вопросов, у меня к нему нет. По пятибалльной шкале оценить свое выступление? Три с минусом. А почему? Ну, я все равно, я помню себя 18 лет и себя сейчас, да, три с минусом. Первый раунд ты, не знаю, раза три, наверное, упал. Да, это из-за того, что, во-первых, ринг мягкий, один раз у меня нога за канаты вышла, я споткнулся, второй раз я споткнулся, об ногу упал, я два раза упал. Успел ощутить удары Макса Топора? Ну, я, ну, пропустил я пару ударов, справа, вот сюда я, помню, один пропустил. Чтобы сказать, было вау, нет, но ощущалось, что пациент за сотку висит. У тебя расчетение получается? Да, я не знаю, я же не видел тебя еще. Мелочь, вот сюда. Да, это фигня, брат. Если с учетом того, что у меня в голову пули прилетали, брат, рассечение, это ничего страшного вообще. То есть ты гораздо тяжелее удары пропускал, правильно? Да. Да, я, в смысле, про пуля, это, пуля, это не образ речи, это прям пулевое ранение. Следующий, ну, следующий желаемый оппонент для тебя, это Макс Новоселов по правилам бокса. Объясняю, почему, сразу говорю, я, единственное удивление на голых кулаках было, что кулаки болят, бить. Кулаки, ну, немного они побаливают, поэтому, Макс Новоселов, ты весишь 150, одевай перчатки, выходи на ринг побоксируем. Ну, не слишком ли это опасно, слушай, ну, 150 килограмм. Ну, опасно, опасно и на дороге ходить, МКАД пешком переходить, но я так делал, ничего страшного. Кулачки больше не будет? Кулачки? Нет, все зависит от, так сказать, пацаны, от суммы зависит, и будет кулаки или нет. Берт, а со здоровьем все в порядке, правильно? Да, да, слава богу, я говорил с помощью, господа, все будет четко. Медики разрешают выступать, ничего не мешает тебе, в принципе, выступать. В принципе, ничего не мешает. Есть одно, что я, в принципе, не собирался драться и так далее. Это была конфликтная ситуация, в которой стояла репутационная составляющая. Я вышел, подрался. Дальше я драться буду, только если мне это будет интересно. Мне, вот моим тренерам, пацаны, вот если этим хищникам это финансово интересно будет, я тогда буду драться. Понял. Примерно сколько планируешь выступать? Ты будешь сейчас выступать или как? Возможно, что это был первый и последний бой. Я собираюсь дальше менеджментом заниматься тренировками, пацаны топовые. Кто собирается драться ко мне, приходите на менеджмент, продвинем. А насчет боев, я повторяюсь, у меня там что-то кому-то доказать, у меня нет никакой нужды. Если будут правильные фантики, будет бой. Макс и Топора правильно поступили? Да, я считаю, что они поступили правильно, потому что всячка действительно была глубокая. Всячка была глубокая, а задача секунданта в первую очередь это заботиться о здоровье своего бойца. Поэтому Мага Исаков не зря высокопрофессиональный и известный тренер. Очень правильно поступил, я считаю, лично на свой взгляд. Если третий раунд был бы, то возможно... Ничего бы не изменилось, я думаю просто я дышал нормально, сам видишь, в принципе, и сейчас дышу нормально. Я мог бы в третьем раунде прибавить, в принципе, и была такая цель. Но сейчас, знаешь, история не терпится слагательных наклонений, бы тут нету. Бой закончился во втором раунде. Слава богу, что так он закончился. Максу только здоровья, счастья, радости. Макс, ты как Топи? Да, ты как экс-тренер, да. А может быть ли такое, что Макс к тебе вернется и ты начнешь его снова тренировать? Если мы с ним определенные личные моменты пройдем, которые ему мешают на становлении бойцовского пути, то я никогда человеку в помощи не отказываю. Все, у тебя следующее интервью. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо.